С начала лета Михаил Игнатьев посетил практически все районы и районы центра республики. Цель визитов – обсуждение итогов социально-экономического развития за прошедшее полугодие. На этот раз пришла очередь в Шумерли. Какие проблемы есть у жителей и справляется ли новое руководство города с поставленными задачами, узнала наша съемочная группа. Среднюю общеобразовательную школу номер один построили в 1940 году. Во время войны здание служило госпиталем. До недавнего времени в учебном заведении проводился лишь косметический ремонт и преимущественно за счет родительских взносов. Обсуждаем, какие нужно закупить материалы и из этого собираем деньги. На свои же средства закупаем материалы, своими силами делаем ремонт и потом вот уже подготавливаем класс к первому сентября. За последние годы ситуация кардинально изменилась. По программе модернизации образования уже отремонтирована часть фасада, крыша и столовая школы. Оставшиеся проблемные места администрация школы планирует устранить в ближайшее время. А вот в межтерриториальном медицинском центре ситуация несколько иная. Ремонт сделан, современное оборудование установлено, не хватает только специалистов. Проблемы возникают когда? Вот человек ушел в отпуск, его уже кем-то надо заменить. Единственный выход на сегодняшний момент, мы обращаемся к окружающим районам, к больницам, договоримся с Красным Читаем. И просим там хирурга на это время прийти сюда. Рабочие места есть не только в медицинских учреждениях. Михаил Игнатьев посетил завод специализированных автомобилей и предприятие, специализирующееся на производстве окон. Руководители двух крупнейших в городе компаний заверяют, что молодые специалисты всегда будут пользоваться спросом. На совещании по итогам проверки обсудили самый актуальный для Шумерли вопрос – работу жилищно-коммунального хозяйства. Глава республики отметил, что попытки изменить ситуацию к лучшему предпринимаются, но они, к сожалению, не имеют системного характера, а решать проблему надо комплексно. С точки зрения дальнейшего развития есть перспектива. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, конечно, нужно наводить порядок, вопросы по горячей воде, блочно-модульные котельные надо строить. Но в то же время, конечно, мы должны, вовлекая жителей, каждый бюджетный рубль использовать эффективно. Однако об эффективности пока говорить не приходится. Многомиллионные долги из энергоресурса не сокращаются. В Шумерлицком теплоэнерго выявлено факты искажения в бухгалтерской отчетности на большую сумму – порядка 150 миллионов рублей. Внятных ответов на вопросы о перспективах работы в таких условиях руководитель предприятия не дает. В целом, если бы не было долгов, предприятие работать можно с учетом модернизации котельных. Несмотря на общую критическую оценку, улучшения в городе есть. Строятся новые детские площадки, благоустраиваются парки. Таким образом, улучшается социальное самочувствие жителей города. Чтобы комфортно жить, необходимо любить и беречь свой город. Подчеркнул Михаил Игнатьев. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика.